здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков семена льна для очищения кишечника похудения снижения веса используют часто не все способы одинаково эффективны и самое главное не всегда безопасны для вашего здоровья и вашей жизни в этом видео я там характеристику наиболее распространенных способов использования семян льна для очищения кишечника и похудения вы сделаете выбор для себя полезный для вашего здоровья и так как чаще всего используют семена льна для очищения кишечника и снижения веса самый простой пожалуй способ это использовать цельные либо измельченные семена льна и приготовить кашу из семян льна чем же интересно каша из семян льна семена льна содержит достаточно много слизи слизь попадая в кишечник набирает воду и увеличивая объем каловых масс ускоряет продвижение по кишечнику и у вас течение нескольких дней будет хорошее приличное снижение веса за счет тех накоплений которые вы сделали в просвете кишечника и вы от них просто избавились если вы следующий раз будете использовать кашу семян льна с такой же целью этот бонус вы уже не получите до тех пор пока вы вновь годами и десятилетиями не самого рационального образа жизни и питания вновь не произведете определенные накопления на этом снижение веса не заканчивается семена льна как на своей поверхности так и внутри содержит цианогенный гликозид линемарин чем же он интересен а он интересен тем что при термической обработке распадается на три составляющие глюкозу ацетон и синильную кислоту если глюкоза просто несколько увеличит количество углеводов в вашем рационе питания то ацетон обладая общие давидыми действиями будет нарушать работу печени и вам нужно больше знать что делать если у вас есть печень потому что этот фильтр восстанавливается не так быстро если вы кашу семян льна будете принимать достаточно длительное время я вас уверяю ваша печень может не выдержать особенно если у вас не мужская печень а женской уже исходно ослабленная из-за женских половых гормонов что вы получите от синильной кислоты это я вообще ядовитого действия который нарушает первичную работу пищеварительной системы и тут те ценные белки которые находились семенах льна то масло семя льна с ценными ненасыщенными жирными кислотами и растворимыми в масле витаминами а и е углеводы витамины макро микроэлементы все достается уже него а патогенные микрофлоры кишечника у вас усиливается вздутие живота и это индикатор того что каша из семян льна вами полноценно не переваривается а переваривается микрофлорой и что это вам дает это дает вам диагностику организма в домашних условиях вздутие живота увеличивает давление в брюшной полости и вам тяжелее сделать вдох диафрагме тяжелее сжать брюшную полость и воздух не может полноценно войти в грудную полость в легкие но это не самая большая беда более значительная беда в том что генозная кровь отработанная от нижней половины тел не может подойти вверх вниз она идет под артериальным давлением измеряемым вы миллиметрах тутного столба обратно возвращается под очень низким давлением который измеряется в миллиметрах водного столба и вот здесь возникает проблема кровь депонируется в нижней части тела гипоксия сердечной мышцы и у вас уже тест состояние вашей сердечно-своей системы который может закончиться инфарктом у мужчин с возрастом 25 лет у женщин с 35 летнего возраста возникают атеросклеротические изменения в сосудах которые могут также печально закончится если вы лечение семенами льна проводите неправильно и в этом случае продолжать использовать кашу и семена для снижения веса и похудения я бы вам не советовал вы рискуете просто своим здоровьем вы рискуете своей жизни поэтому использовать таким образом кашу и семена льна или не использовать это ваш выбор если вы понимаете какой риск этот способ несет мог нести для вашего здоровья но отметим комментариях что каши семена действительно очень привлекательно выглядит в рекомендациях некоторых экспертов что можно быстро похудеть простым способом очень дорого может быть и по лечению и по вашему здоровью поэтому кашу и семена я бы не советовал использовать для похудения и для очищения кишечника также потому что можно очистить кишечник семенами льна и более безопасным способом для этого можно использовать еще один известный совет использовать семена льна с кефиром тоже для очищения кишечника снижение веса в данном случае риск меньше просто если у вас кефир натуральнее можно заменить на там айран кумыс иными словами любой кисломолочный продукт с семенами льна в этом случае будет менее опасен для вашего здоровья вашей жизни чем каши и семена льна по той простой причине что если это натуральный кисломолочный продукт то микрофлора которая размножилась в кисломолочном продукте будет конкурировать с патогенами микрофлоры кишечнике вздутие живота будет меньше но я не скажу что его не будет вовсе вновь у вас появляется кардиологический риск и напряженные работать будет ваша сердечно-сосудистая система особенно опасно так экстремально снижать вес и очищать кишечник с помощью каши и семена льна либо семена льна с кефиром женщинам а также тем у кого есть вегетососудистая дистония иными словами периодически темные круги под глазами холодные кисти стопы ваша сердечно-сосудистая система работает в ослабленном режиме ей нужно более целенаправленная помощь уже наладить правильное питание сердечной мышцы и только после этого можно начинать снижать вес и худеть еще один способ приготовить семена льна для похудения это сделать настой семена чаще всего так готовят цельные семена льна иначе у вас просто получится недоваренная каша и используют столовая ложка семена льна стакан воды холодной поставили на водяную баню довели до кипения 15 минут томления на водяной бане можно крышкой не на кровать 45 минут охлаждения вне водяной бане и ваш настой готов и 15 процентов синильной кислоты которые были на поверхности семян льна вновь будут пытаться нарушить ваш уровень здоровья поэтому и такой способ лечение семенами льна и снижение веса с похудением я бы вам не советовал на себе применять а как же правильнее использовать семена льна для похудения нужно приготовить холодный настой как я как правильно на моем канале вы найдете ссылочку в конце видео я вам дам нужно семена льна чайная столовая десертная ложка стакан воды и периодически взбалтывать вода естественно холодная 20 25 максимум 30 градусов больше нагревать нельзя иначе цианогенный гликозид вновь окажется вашим настоем приготовили семена льна и дальше как использовать для похудения а можете использовать после приема пищи чтобы несколько ускорить пассаж содержимого по кишечнику но не переусердствуйте не должно быть поноса иными словами нарушать пищеварение не нужно его уже наоборот поддерживать усиливать а слизь семя льна количество определяет особенности работы вашей пищеварительной системы как вы можете еще использовать семена льна для снижения веса один из приемов пищи вы можете заменить настоями семян льна механическое действие на слизистую желудка приводит снижению аппетита а дополнительное снижение дополнительный бонус вы получите добавив один секретный ингредиент а именно сахар чайная ложка сахара стакан семян льна и на некоторое время аппетит от вас отступит калорийность вашего рациона снизится и снижение веса еще небольшой бонус вы получите сахар можно заменить на другой источник глюкозы например на мед от этого результат вы иной не получите что еще можно использовать из семян льна кроме слизи для снижения веса это масло семян льна его практически сложно получить домашних условиях очень уж плотные семена льна и нужно вновь уметь избавиться от цианогенного гликозиды или не марина но масло семян льна это прекрасное мягкое желчегонное а желчегонный также ускоряет движение каловых масс по кишечнику и очищение организма происходит больше того вы получаете еще два бонуса бонус 1 вы улучшаете работу печени а это главный фильтр который способен избавить ваш организм не только от окисленного холестерина который выходит при уменьшении жировой массы но и тех пестицидов гербицидов канцерогенов которые там находились они растворимы в жирах и работа печени помогает вас от них избавить а одновременно холестерин не может остаться на стенках сосудов и развитие атеросклероза ускоренные после такого неправильного снижения веса если вы не используете масло семян льна вас также не состоится выведение канцерогенов и рак профилактика ранняя диагностика у вас также состоялась вы занимаетесь профилактикой рака они рискуете различными видами злокачественных опухолей которые могли спровоцировать канцерогены находившиеся в жировой ткани жировой ткани известны один вид опухоли доброкачественная липома злокачественные опухоли отсутствуют но те канцерогены которые растворимы в жирах при их неправильном удалении из организма неправильном снижении веса они могут повысить риск развития онкологии в любом органе и системе кстати в моей книге описано система как проверить свой организм на прочность к тем или иным злокачественным опухолям эта информация есть кто хочет может эту книгу приобрести а семена льна в данном случае дают вам мягкое постепенное все-таки уверенное снижение веса а чтобы ваш вес не вернулся в этом случае вы не тормозите обменные процессы иными словами после снижения веса у вас не будет набираться дополнительные килограммы за счет более экономного использования привычной вам пищи используя семена льна таким способом вы просто подготавливаете свой организм к правильному очищению а более интересная система снижение веса где будет учет особенности работы вашей пищеварительной системы и самое главное улучшение переваривания белка ведь набирают вес из двух компонентов вы неправильно кушаете жиры и углеводы в любой комбинации либо углеводистой пищи много либо жирной либо два в одном и набор веса состоялся а экономите на белках а именно правильное переваривание белковой пищи дает вам великолепный бонус по снижению веса и по ускорению обменных процессов в организме чтобы килограммы не вернулись к вам вновь вот следующее видео на моем канале будет именно на эту тему как правильно использовать семена льна и корневище имбиря для того чтобы снижать вес правильно но эта тема нового видео а на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычными подписчиками канала словами крепком здоровье и разумного к нему отношения пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео если вы какую-то информацию пропустили но отмотайте к началу возможно я эмоционально быстро говорил вы что-то упустили не вопрос видео вам доступно просмотрите еще раз определите какие способы снижения веса с помощью семян льна вам более приемлемы и используйте их на здоровье до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram не забывайте искать кулинарный канал диетолога скачко несколько сотен видео как правильно готовить продукты питания напитки чтобы у вас получались полезные для здоровья блюда безопасные для вашего здоровья и вашей жизни в том числе и правильное использование семян льна